На самом деле там ничего нового, кардинально нового не будет. Просто какие-то use-кейсы, как можно работать с функциями в JS. То есть что-то вы уже видели, что-то уже, наверное, писали и использовали. То есть возврат функций из функций, например, это вообще common-вещь. Вот какая-то функция setup, и возвращается какая-то функция. Ничего нового нет, правильно? Все просто. Ну, тогда, допустим, другой вопрос. Как можно функции вызывать по цепочке? Знаете, что такое по цепочке? Вызвали одну функцию, точка, вызвали другую функцию. Как это достигается? Значает значение. Чтобы что? Чтобы она означала this. Кто это не знал? Уйди вон. Уйди вон. Я вот хочу написать методы, которые позволят мне, например, инкрементать его. Да? Что тут надо писать? Что это функция, которая что делает? Так вот, давайте. Как там зовут тебя? Максим. Отлично. Максим, что мне тут писать? В плюс плюс. В плюс плюс. А тебя как зовут? Настя. Настя. Настя будет так работать? А? Настя. Настя. Зис. Куда мне надо писать? Тут? А где? До. 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 Окей. Так. Хорошо. Вот зис написали. Отлично. Теперь я хочу функцию декремент какой-то написать. Дек. Это функция, которая что должна делать? Ну, вот так, да? Отлично. Ну, и давайте еще функцию… Напишем функцию value. Ой. Все поломалось. Нет. Get я назову ее лучше. Get. Function. Что она делает? Return. This. В. Все. Получается. Все. Теперь красота у нас. D. Пишем. Инкремент. Потом что там? Опять. Инкремент. И не работает. Видите? То есть он даже уже… Подсказки никакие не выполняются. Почему? Что? Так, ладно, приду в народ. Так. Ну вот. Привет. Там не написал. Почему не работает? По функции инструмента возвращают сами себя. Сами себя. То есть что мне надо написать? То есть this значит вернуть сам себя? Или что это вернуть? Все правильно. Да. Для того, чтобы эта несчастная строчка заработала, надо, чтобы вот тут функции возвращали this. Типа так. Ну и что? Теперь запускаем волшебную фиговину. Все работает. Да? Хорошо. Ладно. Тогда мне только вот одно не нравится здесь. Я могу написать такую, типа, obj.v и достучаться к value. Да? А давайте так. Так. Привет. Что мне сделать, чтобы я не мог это v напрямую менять? Ну вот смотри, я сейчас могу написать obj.v равно 10 и все поломается. Что? Нет вариантов? Как зовут? Ну что, расскажешь? Функцию. Что мне обернуть? Функцию. В? Что-то надо точно обернуть. То есть два щека сказали, что точно надо что-то обернуть. Ну, что обернуть? Ну, что обернуть? Что надо обернуть? Ну, просто взять dsv. Зисv присвоит левой переменной? Где мне тут написать? Вот если я напишу что-то, типа, dsv равно левая переменная какая-нибудь? А? Левая? Вар а равно zsv? Вар а равно zsv? Вар а равно zsv и ретурн… а, я так понимаю по логике, да? так даже даже подсказывают как надо делать молодцы так и дальше что мы доделаем запустили дальше что мы делаем общ get работает но v равно 10 и дальше опять get ерунда а что define property давайте без define как сделать проще что-что самовызывающе то есть во во первых вот смотрите то что мы тут писали до этого вот 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 это это как-то сказали что-то про твиттер сказали был да это bullshit абсолютный bullshit не ничего нам не дает то есть можно так оставить сдаку надо куда-то засунуть это в да то есть давайте вот если бы мы хотели его в замыкании спрятать да то есть куда мы его где-то замыкание здесь то есть написать вот здесь функцию var f равно и что конструктор то есть нам нужна просто функция как бы да и окей значит что пишем в фанкшн и и что тут делаем а вар в и дальше что типа так это удаляем тут что меня чуть надо или нет или так пойдет вот это опустить пониже а еще еще одну скобку нужно да ну давайте вар об равно new f типа так об гет есть там этот гет смотрите папа дожди на инкнадзе о что смешного есть короче да что у нас тут все вот это зыз да нет никакого зыс все удалить почему никто не говорит это громче потом что вот это лишнее просто ретурн это не нужно так хотя бы как-нибудь не знаю что у нас еще в принципе это тоже не надо нет это надо вот так может смотрите все f инк ну как бы понятно нет ну new мы вызываем то есть почему здесь я написал new то есть вот эта функция и какая-то анонимная получается в нашем случае я ее сразу же вызываю создаю сразу же вызываю ну можно ее высоко анонимную самовызывающуюся можно ну не нужно не ну давайте оп смотрите инк а он даже было где где то что нам за объект f тоже работ а если дек а если подождите а там все да ну да все нормально окей хорошо ну то есть функции можно вернуть понятно ничего страшного нету такое лучшее ну это ради прикола можно поделать что здесь происходит андрей кто-нибудь такое видел я тоже видел ну и ладно научим и вас весело что здесь происходит смотрите есть функция next да не андрей ты в продакшн коде такое видел ну вот смотрите так делать не надо но чисто чтобы ради вот посмотреть есть функция смотрите next и там объявлена какая-то переменная каунт и при первом вызове функции next мы перезаписываем функцию next на другую функцию которая защищает каунт то есть получается что что вот эта функция которая новая она в своем замыкании содержит каунт из контекста контекст обжига старого ну прикольно же ну зачем потом lazy функция все просто почти можно сделать вот такую же функцию как как здесь было next непонятно и тут тут понятная lazy функция есть сложные вычисления какие-нибудь они они реально бывают такие ну допустим и бывает если вычисления реально можно вычислить один раз а я вычисления выжираю допустим каких-нибудь 50 миллисекунд браузерного времени да то есть функция вызывается часто но каждый раз она жрет 50 миллисекунд в том или даже 20 то можно закешировать результаты вопрос как эту lazy функцию сделать ну тут вообще очень красивое решение то есть есть lazy функция которая один раз считает что-то сложное допустим допустим там считать все параметры сквери стринга с того get запроса который рассказывал Артем вот считали а потом возвращаете результаты перезаписали просто функцию lazy то есть она делает по сути то же самое только в первый раз она тратит 50 миллисекунд допустим а второй раз она тратит 1 0 миллисекунд вот чейнинг то что мы сейчас разбирали это вам надо знать точно вот тут все просто да если не просто тогда надо поразбираться надо ли это еще раз разобрать ну самый знаменитый пример который популяризовал чейнинг да это тот же jQuery все раньше на дом API вот столько надо было писать и вы будете столько писать потому что на одном из заданий мы запрещаем пользоваться на низких заданиях пользоваться какими-либо фреймворками то есть это дом API обычно который Андрей вам будет рассказывать на jQuery вот в одну строчку даже она читается лучше да то есть смотрите все h1 добавить класс title и заседать html такой-то а тут вообще нет пойди попробуй разбери что тут делается четыре строчки еще и пробел так синглтон синглтон вот функция сингл что такое синглтон кто не знает это функция да это это объект который может быть в системе всего один да то есть например какая-нибудь база данных или еще что-нибудь вот и как это с этим синглтоном работать кто-то пишет такую штуку типа var допустим s1 равно new single а потом кто-то пишет var в другом месте программы пишет s2 равно new фишка в том что они получают используют этот конструктор new но все работают с одним и тем же объектом это синглтон называется ну а дальше как этот синглтон реализовать ну вот здесь вот такая вещь нарисована смотрите вызывается функция single дальше instance this single function return instance получается что мы один раз создали instance а потом перезаписали функцию сингл на то чтобы она просто эту instance возвращала с из 6 классами такое прокатит с из 6 классами такое прокатит оно разрешит в конструкторе переписать ой давайте а ну можем в принципе что еще мы теряем ой сингл сингл конструктор 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 так вроде так что у нас тут есть instant this, single. Какая скопки не хватает? Есть круг в начале. Так, ладно. О, красота. Ну, давайте опять наши. Можно сделать так. Single 2, toString. Дошибись. Да-да-да. Вы не спите. Самое-то constant variable. Ну, а видишь, они сделали класс с константой. Ай-яй-яй. Неинтересно. Значит, придется по-другому. Видите, с классами не прокатит. Было так красиво. Надо посмотреть, как… Красивый вариант есть 6. Так, дальше что у нас есть? Декоратор. Вот это мне очень тема нравится. Смотрите, есть какая-нибудь функция. Вот, допустим, функция сумм. Она очень понятную работу делает. Принимает два аргумента, возвращает их сумму. Все понятно. И есть какая-то функция console.log, смотрите. Она тоже делает понятную работу. Она берет и в консоль выкидывает аргументы. И дальше стандартная строчка какая-то. Давайте эти две функции за… Используем одна функция и функция сумм. Ну, как думаете, функция сумм будет работать. Вот она работает. 1, 3. 4 возвращает. Сейчас мы разберем, что я тут хочу. Вот могу еще раз функцию сумм запустить. Понятно, да? Теперь у нас напишем такую штуку. Сум равно log args сумм. Вызываем еще раз сумм. С параметрами 1, 4. Смотрите, теперь в консоли у нас появился еще вывод параметров 1, 4. Ну и дальше она считает, как я считал раньше. А если мы напишем какую-нибудь функцию square, допустим. И дальше… Вот, смотри, 25. Теперь пишем вот тоже наше square. Log args. Square. Вот. Видите? Вальс аргумент. Зачем? Что я тут, собственно, вообще показываю? Фишка в том, что у нас есть отдельные функции. Функция суммы просто считает сумму. Функция вот эта консоль log, этот log args, что она делает? Она возвращает другую функцию, которая в консоль выкидывает аргументы, а дальше возвращает, вызывает оригинальную функцию через apply, передавая ей свой zys и свой arguments. То есть как бы оригинальная функция, она даже не знает, что ее кто-то обернул, да, скажем так. И что получается? Что мы можем иметь вот таких функций много, да, и они делают какую-то чисто свою работу. Но с помощью композиции вот типа такой, смотрите, log args, сумм, вы добавляете какую-то отдельную функцию, дополнительную способность. Да, можно что-нибудь сделать, другое. Ну вот самый из неизвестных, самый знаменитый пример – это мимоизация. Ну или вот спай тоже. Что такое… Давайте на мимоизацию. Про спай у вас, по-моему, домашка есть. Делали, да? Ну, отлично, вы уже… Кто сделал? Ну, отлично, молодцы. Кто не сделал, того еще все веселье впереди. Ну, да, вот спай и мимоизация, наверное, один из самых знаменитых примеров. Сейчас найдем. Что я хотел тут показать? Мимоизация. Нажимаю кнопочку какую-то. Что, вообще не происходит, что ли? Да, умерло. Да, считала, вон, смотрите, целых 4 секунды. Что тут считается? Есть функция Fibonacci, вот таким образом написанная. Принимает какое-то n, да, до какого надо показать числа Fibonacci. И дальше себя рекурсивно вызывает. Ну, в итоге вот мы видим, смотрите, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть для какого числа, какой ответ. Есть функция Fibonacci, которая запускает в цикле эту функцию Fibonacci 40 раз. То есть когда я нажимаю волшебную кнопку Begin Test, я жду 4 секунды. И потом вижу ответ, который приблизительно считается в моем хроме за 4 секунды. Давайте перезвоню. Куда я прибил. Если я нажму тут такую штуку enable mema, то этот же тест отрабатывается 4 миллисекунды. Сколько? В тысячу раз быстрее. Это даже в том же E, если откроете, даже в E6, получите то же ускорение. Эта функция тоже такой же декоратор, как и, например, LogArgs. Только кода тут побольше. Какой-то он вот такой. Пробуем его в консоли открыть. Ну, лучше не стало. Ну, вот так получше немножко. Что он делает здесь? Он для функции добавляет такой специальный объект, memaiz. Это есть кэш. И получается, если функцию вызывали… Вот что здесь происходит. Смотрите. Аргументы. Array.protype.slice. Вы это уже знаете. Отложить метод slice у массива и вызвать его для аргументов. Переобразовать то же самое. Переобразовать аргументы в массив. Что дальше? Дальше хэш – это строчка. И дальше здесь вот в цикле превращают аргументы в хэш. То есть запоминают… Ну, это можно было сделать проще. Не проще, а более… Ладно, давайте скопирую отсюда что-нибудь. Ай. Зря я это сделал. Не то. Вот смотрите, сейчас сделаем. Вот можем в хэш превращать вот с помощью этой функции logarx. Для этого напишем вот такую штуку logarx. То есть только консоль log сделаем. А тут джейсон… А тут джейсон… Есть сумм и сумм равно… Есть сумм и сумм равно… Окей. Вот смотрите, что это хэширование дает. Оно превращает аргументы, с которыми вызывается функция, вот в такую вот штуку. Смотрите. Под первым аргументом пришел один, под вторым аргументом пришло пять. Да, и это работает для любой функции. Согласитесь? То есть если я напишу здесь один пять, там, не знаю, hello какой-нибудь, то я увижу, смотрите, 0, 1, 1, 5, 2, hello. То есть вот это хэш, ключ для нашего кэш-объекта. То есть мы и сохранять будем, что функция сумм при вот таком входном, при таких входных параметрах возвращает шесть. Понятно? То есть получается, что это дает? Это делает функцию вот эту mimaiz, ей абсолютно пофигу, какую функцию она будет оборачивать. То есть если эта функция считает число Fibonacci, пусть считает. Если эта функция считает, там, какие-то площади, не знаю, или обрабатывает какое-нибудь, не знаю, там, положение элементов в доме, неважно. То есть она работает с любой функцией, запоминает, с какими аргументами эту функцию вызывают и какой результат для этих аргументов она возвращает. Если в кэше уже есть, посчитанный результат она его возвращает. Ну вот такая прикольная функция. Общая суть понятна. То есть смотрите, здесь вот в конце ретурн стоит. Хэш, то есть если такой хэш уже есть у нас в кэше, в mimaiz, тогда возвращаем результат из кэша. Если в кэше результата нету, тогда считаем, вызываем эту функцию и сохраняем в кэше результат. Вот. Библиотеки я такое даже недавно видел, по-моему. Чтобы не соврать, даже в React, DROP и DROP, по-моему. Вот. Надо посмотреть. Хорошо. Окей, вопросы есть. Ну, спай вы делаете дома. Куайн не будем на время тратить. Будет еще такой таск. Кто-нибудь видел такой таск? Похоже, таск есть, по-моему, в кудварсе у вас. Да? Ну, отлично. Кто сделал? Ну, так я зря рассказываю. Все и так все знают. А? Так так интереснее. Хорошо. Все. Давайте сейчас перерыв. Три минуты. Дальше Андрей. Три минуты. Три минуты. Кто-нибудь.